Добрый день, друзья! Программа «Час» с Еленой Гордон и я её ведущая. Герман Гессе. «По следам сна. Зарисовка». Перевод Владимира Денисовича Сидельника. Жил-был человек, который занимался малопочтенным ремеслом сочинителя развлекательных книг, однако принадлежал к тому небольшому кругу литераторов, которые относились к своей работе с большой серьёзностью и пользовались таким же уважением немногих почитателей, какое в былые времена, когда ещё существовали поэзии, поэты, обыкновенно оказывалось только подлинным художником. Этот литератор сочинял разного рода милые вещички, писал романы, рассказы и стихи, и при этом изо всех сил старался делать своё дело как можно лучше. Однако ему редко случалось удовлетворить своё честолюбие, так как хотя он и считал себя человеком скромным, но совершал ошибку и самонадеянно сравнивал себя не со своими коллегами и современниками, а с поэтами прошедших эпох, то есть с теми, кто давно уже выдержал испытания временем. Снова и снова он с болью замечал, что даже самое лучшее, самое удачное из когда-либо написанных им страниц далеко уступает самой неудачной фразе или самому неудачному стиху истинного художника. Досада его всё нарастала, он не получал от своей работы никакого удовлетворения, и если и сочинял время от времени какую-нибудь мелочишку, то делал это исключительно ради того, чтобы дать недовольству и душевному оскудению выход и выражение в форме горьких сетований по поводу своего времени и себя самого. Естественно, от этого ничего не менялось к лучшему. Иногда он пытался укрыться в волшебных садах чистой поэзии и воспевал в прекрасных образах красоту, прилежно воздавая должное природе, женщинам, дружбе, и в этих его сочинениях действительно была известная внутренняя музыка, имелось сходство с подлинными произведениями настоящих поэтов. Однажды на исходе зимы или в преддверии весны этот писатель, который очень хотел быть истинным художником и которого иные даже почитали за такового, снова сидел за своим письменным столом. Он встал по обыкновению поздно, около полудня, проведя половину ночи за чтением, и теперь сидел, уставясь на лист бумаги, где накануне вечером он оборвал последнюю фразу. Там были умные вещи, изложенные гибким, изящным языком, попадались удачные находки, искусное описание, вспыхивали иногда яркие фейерверки мысли, звучало нежное чувство. И все же писателя разочаровали эти строки и страницы. Отрешенно сидел он перед тем, что сочинял накануне, полной радости и воодушевления, что еще вчера походило на истинную поэзию, но за ночь снова превратилось в билетристику, в убогую исписанную бумагу, потраченную без всякой пользы. И снова в этот немного грустный полуденный час он задумался и вспомнил о том, о чем размышлял уже не раз, а именно о странном трагикамизме своего положения, о нелепости, тайных притязаний на истинную поэзию, ибо истинной поэзии в современной действительности не было и быть не могло, о неразумной ребячливости и тщете своего желания создать благодаря любви к старинной литературе, благодаря добротному образованию и тонкому пониманию подлинной поэзии нечто такое, что могло бы сравняться с этой поэзией или, по крайней мере, хотя бы сильно походить на нее, ибо он хорошо знал, что с помощью образования и подражания вообще ничего не может быть создано. Он также почти наверняка знал и понимал, что безнадежное честолюбие и детские иллюзии ни в коем случае не его личное, только ему присущая черта. Каждый человек, даже внешне нормальный, даже кажущийся счастливым и удачливым, лелеет в себе это глупое и безнадежное самообольщение. Каждый непрестанно стремится к чему-то недостижимому, и даже самый невзрачный видит себя в мечтах Адонисом, самый безголовый мудрецом, самый бедный крезом. Более того, он почти наверняка знал, что и с высоко почитаемым идеалом истинной поэзии не все обстоит благополучно, что Гёте совершенно так же взирал на Гомера или Шекспира, как на нечто недосягаемое, как иной нынешний литератор взирает на Гёте, и что понятие поэт всего лишь благородная абстракция, что Гомера и Шекспир тоже были только литераторами, талантливыми мастерами, которым удалось придать своим произведениям видимость надличного и вечного. Он почти наверняка знал всё это. Умные мыслящие люди обязаны знать о таких само собой разумеющихся малоприятных вещах. Он знал или догадывался, что и какая-то часть его собственных писаний быть может произведёт на читателей будущих времён впечатление истинной поэзии, что будущие литераторы, быть может, станут завистью смотреть на него и на его время, как на золотой век, когда ещё существовали истинные поэты, истинные чувства, настоящие люди, подлинная природа и подлинный дух. Все эти мысли были знакомы литератору. Все эти истины были ему известны. Он знал, та же игра, то же жадное, благородное и безнадёжное стремление к чему-то значительному, вечному, самоценному, побуждавшие его исписывать бумажные листы, побуждали к этому и других генерала, министра, депутата, элегантную даму, ученика-торговца. Все люди, тем или иным способом, разумным или неразумным, стремились превзойти себя и добиться невозможного, воодушевляемой тайной мечтой, ослеплённой блеском предшественников, тянущейся к идеалам. Нет лейтенанта, который не мечтал бы выйти в Наполеоны и нет Наполеона, который время от времени не чувствовал бы себя мартышкой, не воспринимал бы свои успехи как фишки в игре, а свои цели – как иллюзию. Нет человека, который бы не участвовал в этой пляске и в то же время так или иначе не догадывался о чете своих усилий. Да, были совершенные, были богочеловеки, были Будда и Иисус, был Сократ. Но и они были совершенными и наделёнными великой мудростью только одно единственное мгновение – в момент смерти. Да и смерть их была ничем иным, как постижением конечного смысла, последним, наконец-то удавшимся актом самоотречения. И вполне вероятно, что это свойственно всякой смерти. Вполне вероятно, что каждый умирающий совершенен, ибо он не совершает больше ошибок и ни к чему не стремится, отрекается от себя, хочет стать ничем. Такого рода мысли, какими бы бесхитростными они ни были, мешают человеку в его делах и стремлениях, мешают вести свою игру. Поэтому работа усердного писателя нисколько не продвинулась за этот час вперёд. Не было ни одного слова, достойного быть запечатлённым на бумаге, не было мысли, которой действительно стоило бы поделиться с другими. Нет, лучше не переводить бумагу, лучше сохранить листы чистыми. С этим чувством литератор отложил перо и спрятал бумагу в ящик письменного стола. Будь рядом камин, он бросил бы их в огонь. Ситуация была для него не нова. Это было уже не раз пережитое им, не раз усмирённое и потому ставшее покладистым отчаяние. Он вымыл руки, надел пальто и шляпу и вышел из дома. Перемена места давно уже стала его испытанным лекарством. Он знал, как вредно в таком настроении оставаться долго наедине со списанными и чистыми листами в одном помещении. Лучше было выйти, подышать воздухом, поупражнять глаза разглядыванием уличных картинок. Навстречу могла попасться красивая женщина, он мог столкнуться с другом, стайка школьников или какая-нибудь необычная выставка в витрине могли натолкнуть его на другие мысли. Могло случиться, что на перекрёстке его переехал бы автомобиль какого-нибудь из сильных мира сего, газетного магната или богатого булочника. Возможности изменить положение, оказаться в новой ситуации, было сколько угодно. Медленно брёл он, вдыхая влажный мартовский воздух. Смотрел, как покачиваются кустики подснежников, растущие на унылых газонах перед доходными домами. Его потянуло в парк. Там он сел на освещенную солнцем скамейку под голове деревьями и в этот тёплый час ранней весны отдался игре чувств. Как мягко касался его щёк воздух, как дерилось и кипело скрытым жаром солнце, как сурово и робко пахла земля, с какой игривой нежностью топали время от времени по усыпанным гравием дорожкам детские башмачки, как прелестно и сладкогласно пел в голых кустах дрозд. Да, всё было прекрасно. Весна, солнце, дети и дрозд радовали человека, как и многие тысячи лет до этого. А коли так, то почему бы и сегодня не попытаться сочинить славное стихотворение о весне, какие писались и пятьдесят, и сто лет назад? Но из этого ничего не вышло. Достаточно было вспомнить весеннюю песню Уланда, правда, вместе с музыкой Шуберта, вступительные такты которой были полны сказочным, пронизывающим и возбуждающим запахом весны, чтобы убедиться. Подобные восхитительные вещи уже сочинены, и современному поэту нет смысла подражать этим бесконечно совершенным, источающим блаженство творением. В тот момент, когда мысли поэта снова вознамерились повернуть на старую бесплодную дорогу, он зажмурился и сквозь узкую щёлку полуприкрытых век заметил, причём не одними, только глазами, лёгкое колыхание и мерцание, островки света, игру солнечных бликов и пятнистых теней, омытую светом голубизну неба, сверкающий хоровод стремительных отблесков. Так бывает, когда смотришь, зажмурившись на солнце. Но всё было как-то по-особенному чётко, драгоценно и неповторимо. Всё благодаря какому-то тайному смыслу превращалось из простого ощущения в душевное переживание. То, что сверкало обильными переливами лучей, двигалось, расплывалось, волновалось и било крыльями, рождалось не только из напора света извне, воспринималось не только глазами, нет, это была сама жизнь, порыв, идущий изнутри, зародившийся в душе, это была сама судьба. Таким видится мир поэтом, ясновидцем, таким восхитительно потрясающим представляется он тому, кого коснулся своим крылом эрус. Исчезла мысль об Уланде, Шуберте и весенней песне. Не было больше Уланда, не было поэзии, не было прошлого. Всё было только вечным мгновением, переживанием, внутренней, глубинной действительностью. Отдавшись чуду, которое он переживал не раз, но к которому, как ему казалось, давно уже утратил способность, он несколько бесконечных мгновений парил в вечности, ощущая гармонию души и мира, чувствуя, что своим дыханием может управлять облаками, чувствуя, как обжигающим комом ворочается в его груди солнце. Пока он смотрел перед собой, прикрыв глаза, погрузившись в удивительное переживание и наполовину отключившись от внешнего мира, так как знал, что блаженный поток льётся изнутри, недалеко появилось нечто, привлёкшее его внимание. Не сразу, постепенно, он понял, что это ножки девочки, почти ещё ребёнка, ножки в башмачках из коричневой кожи, они уверенно и весело, нажимая на каблучки, топали по гравию дорожки. Башмачок из коричневой кожи, по детски радостное мелькание подошвы, полоска шёлкового чулка под нежной лодыжкой о чём-то напомнили писателю, внезапно наполнили его сердце и память каким-то важным переживанием, но он никак не мог припомнить, каким именно. Детский башмачок, детская ножка, детский чулок, какое ему дело до всего этого? Где ключ к загадке? Какой источник в его душе отозвался именно на этот образ среди миллионов других? Возлюбил его, вобрал в себя, ощутил его привлекательность, его важность? Он широко открыл глаза, на мгновение увидел всего ребёнка, восхитительное дитя, но тут же почувствовал, что это уже не тот образ, который имеет отношение к нему, важен для него. Он снова сощурил глаза, оставив только узкую щёлочку, сквозь которую были видны убегавшие ножки. Затем он плотно закрыл глаза и задумался над увиденным, чувствуя, что тут что-то есть, но не зная, что именно, терзаемый тщетными усилиями, осчастливленный тем, как глубоко всколыхнул его душу этот образ. Где-то, когда-то он уже видел эту ножку в коричневом башмачке, и она произвела на него сильное впечатление. Когда это было? О, должно быть, очень давно, в незапамятные времена, из таких дали, из такой немыслимой глубины смотрел на него этот образ, погружённый в бездонный колодец его памяти. Быть может, он носил его в себе, пока не обнаружил сегодня самого раннего детства, с той баснословной поры, воспоминания о которой расплылись и потеряли выразительность. Их было трудно вызвать, и всё же они были красочнее, нежнее, полнее всех позднейших наслоений памяти. Долго сидел он закрытыми глазами и покачивал головой. В памяти мелькала то одна цепочка воспоминаний, то другая, но ни в одной не было ребёнка, не было коричневого детского башмачка. Нет, ничего не вспоминалось, не имело смысла продолжать поиски. Как и всякий, кто роется в памяти, он никак не мог обнаружить то, что было совсем рядом, так как полагал, что предмет его поисков лежит где-то очень далеко, и потому видел всё в искажённом свете. Но в тот самый момент, когда он отказался от своих попыток и уже готов был отбросить и забыть маленькое смешное переживание родившееся из солнечных бликов, всё повернулось по-иному, и детский башмачок занял подобающее ему место. С глубоким вздохом писатель вдруг понял, что в его переполненном образами внутреннем мире детский башмачок находился не глубоко внизу, относился не к давним сокровищам, а был совершенно свежим и новым впечатлением. Ему показалось, что с этим ребёнком он имел дело совсем недавно, что совсем недавно видел этот убегавший башмачок. И вдруг он вспомнил, ну да, конечно же, ребёнок, которому принадлежал башмачок, был частью сна, приснившегося писателю прошлой ночью. Бог ты мой, как мог он это забыть? Он проснулся среди ночи, осчастливленный и потрясённый таинственной силой приснившегося ему сна. Проснулся и почувствовал, что пережил нечто значительное и замечательное, но вскоре снова погрузился в сон. И одного часа утреннего сна оказалось достаточно, чтобы вытравить из памяти это чудесное событие. И только сейчас, в эту секунду, разбуженный видом мелькнувшей перед ним детской ножки, он снова вспомнил об этом. Такими мимолетными, такими непрочными и целиком зависящими от случая оказались глубочайшие, удивительнейшие впечатления нашей души. Вот и сейчас ему никак не удавалось восстановить в памяти сон той ночи. Всплывали чаще всего без всякой связи только отдельные образы, то яркие и полные жизни, то серые и запылённые, уже начинающие расплываться. А какой это был прекрасный, глубокий, восхитительный сон, как билось его сердце, когда он проснулся в первый раз среди ночи, восторженно и робко, словно в празднике времён детства. Его переполняло жгучее чувство, что благодаря этому сну он пережил нечто возвышенное, важное, незабываемое, неотъемлемое от его жизни. И вот теперь спустя всего несколько часов осталась только эта частичка сна, осталось несколько уже поблёкших образов, и этот слабый отзвук в сердце, всё остальное пропало, ушло, умерло. В любом случае, надо было спасать то немногое, что сохранилось в памяти. Писатель решил немедленно восстановить и как можно точнее записать всё, что осталось от сна. Он тут же вынул из кармана записную книжку и набросал первые ключевые слова, чтобы потом восстановить ход и очертания всего сна, его главные линии. Но и это ему не удалось. Начало и конец сна были неразличимы, он не знал, куда поместить большинство из ещё сохранившихся в памяти обрывков сновидения. Нет, надо всё сделать по-другому. Сперва следовало спасти то, что уже имелось в наличии, запечатлеть ещё неугасшие образы, в первую очередь детский башмачок, пока эти пугливые волшебные птички не разлетелись в разные стороны. Как могильщик пытается прочитать найденную на древнем камне надпись, опираясь на немногие ещё различимые буквы и значки, так и писатель старался расшифровать своё сновидение, собирая его из сохранившихся обрывков. Во сне ему привиделась девочка, странная, не сказать, чтобы красивая, но по-своему удивительная. Ей было лет тринадцать-четырнадцать, но она выглядела старше своего возраста. У неё было загорелое лицо, а глаза? Нет, глаз он не видел. Как её звали? Неизвестно. Какое отношение имела она к нему сновидцу? Стоп! Там был коричневый башмачок. Он видел, как этот башмачок движется вместе со своей парой, видел, как он танцует, выделывает па, па вальса бастона. О, теперь он вспомнил очень многое. Надо начать сначала. Итак, во сне он танцевал с удивительной, незнакомой маленькой девочкой, почти ребёнком с загорелым лицом, в башмачках из коричневой кожи. А не было ли всё остальное того же цвета? Каштановые волосы, карие глаза, коричневое платье? Нет, этого он уже не помнил. Возможно, так всё и было, но утверждать он не мог. Надо сохранить то, в чём не сомневаешься, что и впрямь удержалась в память, иначе всё расплывётся. Он уже начал догадываться, что эти потуги вспомнить сон заведут его далеко, что он вступил на долгий бесконечный путь. И тут ему вспомнилась ещё одна деталь. Да, он танцевал с малышкой, или хотел танцевать, или должен был танцевать, и она пока без него сделала несколько быстрых, эластичных, и восхитительно упругих танцевальных шагов. Или и он танцевал с ней? Нет, нет, он не танцевал, он только хотел танцевать. Во всяком случае, так было договорено между ним и кем-то ещё, что он будет танцевать с этой маленькой шатенкой. Но танцевать всё же она начала без него, одна. Он немного боялся или стеснялся этого танца. Это был бастон. Он танцевал его не очень хорошо. Тогда она начала танцевать одна, играючи, удивительно ритмично, старательно выписывая на ковре танцевальные фигуры своими маленькими ножками, обутыми в коричневые башмаки. Но почему не танцевал он? Или почему он первоначально хотел танцевать? Что это был за уговор? Этого он не мог вспомнить. Но тут возник другой вопрос. На кого была похожа девочка? Кого она напоминала? Долго и тщетно искал он ответ на этот вопрос. Все снова показалось ему безнадежной затеей. На какое-то время его охватило нетерпение и раздражение. Он уже хотел махнуть на все рукой. Но тут его снова осенило. Мелькнул еще один силуэт. Малышка была похожа на его возлюбленную. О, нет, сходства не было. Он даже удивился, как мало она походила на нее, хотя и была ее сестрой. Стоп! Ее сестрой? Вся цепочка снова ярко вспыхнула и обозначилась. Все обрело смысл, оказалось на своем месте. он начал записывать сначала, влекомый внезапно выступающими на бумаге словами, восхищенный возвращением образов, которые считал потерянными. Вот как это было. Во сне он видел свою возлюбленную, Магду, и была она не в сварливом, недобром настроении, как в последнее время, а весьма приветливой, немного притихшей, спокойной и ласковой. Магда поздоровалась с ним с особенной нежностью, но без поцелуя. Она протянула ему руку и сказала, что хочет наконец познакомить его со своей матерью, и там у матери он увидит ее младшую сестру, которой предназначено стать позже его возлюбленной и женой. Сестра много моложе ее и очень любит танцевать. Он быстро понравится ей, если сходит с ней на танцы. Как прекрасно была Магда в этом сне, как сияла в ее ясных глазах на ее чистом лице, как благоухала в ее густых волосах все то особенное, милое, душевное и нежное, что так нравилось ему в ней в пору расцвета их любви. Потом во сне она повела его в дом в свой дом в дом своей матери и своего детства чтобы показать ему там свою красавицу сестру. Он должен был познакомиться с ней и полюбить ее, ибо она была предназначена ему возлюбленной. Он уже не помнил как выглядел дом, помнил только прихожую, где ему пришлось ждать. Мать тоже не попалась ему на глаза. В глубине он заметил только старуху, одетую в серое или черное платье, то ли бонну, то ли сиделку. Потом вошла малышка, сестра, восхитительное дитя, девочка лет десяти-одиннадцати, но на вид ей уже можно было дать все четырнадцать. Особенно по-детски выглядела ее ножка в коричневом башмачке, совершенно невинная, улыбчивая и неискушенная, совершенно не дамская и в то же время такая женственная. Девочка приветливо с ним поздоровалась, и с этого момента Магда исчезла, осталась только ее сестра. Вспомнив о совете Магды, он предложил ей потанцевать. Вся засияв, она тут же кивнула и, не колеблясь, стала танцевать одна. Он не решился обнять ее за талию и последовать за ней, во-первых, потому, что она была так прекрасна и совершенно в своем детском танце, и, во-вторых, потому, что танцевала она бастон, а он в этом танце чувствовал себя неуверенно. В самый разгар своих усилий оживить силуэт сна литератору на мгновение самому себе показался смешным. Ему пришло в голову, что он только что думал о бесполезности попыток написать стихотворение о весне, ибо все на эту тему уже давно было высказано самым непревзойденным образом, но когда он думал о ножках танцующей девочки, о легких, грациозных движениях коричневых башмачков, о чисто выполненной на ковре танцевальной фигуре, ему было ясно, что стоило воспеть эти ножки, и можно было превзойти все то, что поэты прежних времен когда-либо сказали о весне, юности и предвкушению любви. Но едва его мысли свернули в эту область, едва он начал легкую игру с мыслью о стихотворении, посвященном ножке в коричневом башмачке, как с ужасом почувствовал, что сон снова ускользает от него, что все волшебные образы расплываются и тают. Он испуганно повернул мысли в прежнее русло, но все же почувствовал, что сон, хотя его содержание и было зафиксировано им на бумаге, в этот момент уже не принадлежал ему полностью, становился каким-то чужим и давним. Так бывает всегда, подумал писатель. Эти восхитительные образы до тех пор принадлежат ему и наполняют его душу своим ароматом, пока он остается с ними всем сердцем, без посторонних мыслей, без намерений и забот. Задумчиво возвращался писатель домой, неся в себе сон, как бесконечно тонкую, бесконечно хрупкую игрушку из тончайшего стекла. Ах, если бы только ему удалось полностью восстановить в себе образ возлюбленной, явившейся во сне, из немногих драгоценных обрывков, из коричневого башмачка, танцевальной фигуры, коричневых бликов на лице девочки восстановить целое, это казалось ему важнее всего на свете. И разве это и впрямь не чрезвычайно важно для него? Разве не было ему обещано, что это грациозное весеннее создание станет его возлюбленной? Разве не родилось оно из глубочайших лучших источников его души, не явилось ему как символ будущего, как предвкушение грядущей судьбы, как его сокровеннейшая мечта о счастье? Эти вопросы пугали его, но в глубине души он чувствовал бесконечную радость. Придя домой, литератор запер за собой дверь и прилег отдохнуть. Взяв записную книжку, он внимательно прочитал ключевые слова и нашел, что они ничего не дают, а только мешают, искажают общую картину. Он вырвал листки из книжки и старательно уничтожил их, решив больше ничего не записывать. Писатель беспокойно вертелся, пытаясь сосредоточиться, и вдруг перед ним предстал еще один обрывок сна. Вдруг он снова увидел себя в чужом доме, ожидающем в пустой прихожей, увидел, как в глубине ходит туда-сюда озабоченная старая дама в темной одежде, еще раз ощутил судьбоносность момента. Магда ушла, чтобы привести ему новую, более юную и красивую, его истинную и вечную возлюбленную. Приветливо и озабоченно смотрела на него старуха, и за чертами ее лица, за ее серой одеждой проступали другие черты и другая одежда, лица сиделок и нянек его собственного детства, лицо и серое домашнее платье матери. Из этого слоя воспоминаний, из этого материнского сестринского круга образов навстречу ему тянулось будущее, тянулась любовь. За этой пустой прихожей, под присмотром заботливых, милых и верных матерей и служанок подрастало дитя, чья любовь принесет ему счастье, чье будущее станет его собственным будущим. Магду он тоже увидел, увидел, как она странно поздоровалась с ним, с нежной серьезностью, без поцелуя, как ее лицо, золотясь в вечернем свете, еще раз вобрало в себя все волшебство, которое писатель когда-либо находил в нем, как она в момент отречения и прощения еще раз засветилась лаской прежних блаженных дней. Все, что он когда-либо мечтал увидеть в этой женщине, что вложил в свои стихи о ней, все просветление и благоговение, которыми он наделял ее во времена своей возвышенной любви, вся ее душа вкупе с его любовью воплотилась в лице, сияла в серьезных и нежных чертах, улыбалась печально приветливыми глазами. Разве можно было расстаться с такой возлюбленной? Но взгляд ее говорил, надо прощаться, надо открывать дорогу новому. И вот на стройных детских ножках впорхнула новая, вошла сестра, но лица ее не было видно, а судя по фигурке, можно было отчетливо заметить лишь то, что она была маленького роста и хрупкого сложения, что на ней коричневые башмачки и коричневое платье, что на лице ее лежал загар и что она умела восхитительно танцевать, причем танцевать бастон, тот самый танец, который ее будущий возлюбленный танцевал очень плохо, в котором он был слаб и безнадежно уступал ей. Весь день литератор был занят своим сном, и чем глубже он проникал в него, тем прекраснее казался ему этот сон, тем больше, как ему представлялось, превосходил он творения лучших поэтов. сновидцем несколько дней подряд носился он с мыслью и планом так запечатлеть его, чтобы не только ему, сновидцу, но и другим стала видна неописуемая красота, глубина и проникновенность этого сна. Лишь позднее он отказался от своего замысла, от своих попыток и понял, что с него довольно быть в душе истинным поэтом, мечтателем и ясновидцем, но что его ремесло должно оставаться ремеслом простого литератора. Субтитры создавал DimaTorzok